здравствуйте мои парфюмерные друзья я хочу поздравить нас всех с приближающимся новым годом с рождеством с идущим елем зимним солнцеворотом пожелать нам всем здоровья крепкого нам нашему близким нашим питомцам нам всем здоровье радость счастье приятных сюрпризов всего самого-самого доброго и миру мир как говорится сегодня давайте поговорим на тему торжественных ароматов давайте пофантазируем о том чем мы будем пользоваться чем и как мы будем пахнуть какие ароматы мы будем источать в новогоднюю ночь я внизу в комментариях очень очень жду ваши рассказы о том какой парфюм вы предполагаете как вы думаете что вы будете наносить на себя в новогоднюю ночь или может быть у вас есть какой-то традиционный аромат который вы обычно наносите на себя в новогоднюю ночь я вам расскажу про себя я очень много последних лет а в новый год или в преддверии нового года пользовалась ангелом ну я вообще люблю и обожаю ангел у меня был ликерный кажется какой он у меня был я уже забыла такой серебристый или нитка такая да он у меня был его у меня больше нет я с ним попрощалась я встречала с ним два новых года и считаю что нам достаточно мы достаточно побыли вместе друг с другом нам пора было с ним расстаться он пошел к новой хозяйки ее радовать а я осталась без него у меня есть классический ангел с ним с этим классическим ангелом я тоже встречала новые года и возможно и в этом году я встречу новый год в классическом ангеле не изменяя своим традициям в нем либо в туалетной воде старой версии новые версии туалетной воды у меня нет я к сожалению даже еще и не пробовала ангел нова розовый не произвел мне никакого впечатления может быть я еще буду конечно к нему подходить но пока нет пока нет никак и вот он классическая хрустальная звезда у меня у меня прям есть такое желание сфотографировать его на снегу и никогда этого не делала мне так очень очень хочется сфотографировать эту звезду на снегу он волшебный он прекрасно звучит везде всегда в любом климате в жару в холод ну конечно же наверное зависит от дозировки от вашего отношения к нему но для меня вот классический ангел он был прекрасен всегда и везде где бы я не была а когда я проводила время в таиланде он был волшебный божественный когда я здесь зимой летом весной ну всегда я люблю ангел еще а возможно возможно я нанесу небольшое количество ангела ньюс вот это вот смотрите это такая красивая красивая золотая желтая сосулька как мне нравится вот этот вариант оформления флаконов у меня еще есть еще одна голубая сосулька кого-то из них вот сейчас мне хочется нанести его вот прям очень хочется он такой яркий он такой но дома нужно быть очень-очень аккуратным с этим ароматом потому что вы можете испортить праздник не только себе но и всем окружающим еще возможно мне захочется нанести на себя капельку сделать дождик из линтерди чтобы у меня было веселое прекрасное настроение и чтобы я вспоминала о лете этим летом я очень много пользовалась этим ароматом и в новогоднюю ночь возможно я нанесу его он очень яркий он очень девичий он очень молодой где бы вы ни были нанеся его вы будете собирать огромное количество комплиментов потому что он яркий нежный он диффузный такой прям ну девичий еще есть классический аромат нового года наверное это шампанское ванильные ноты древесные ноты я очень давно не пользовалась этим ароматом пользуюсь им очень редко хотя когда-то это было моё практически парфюмерное я и все мои знакомые меня какое-то время ассоциировали с этим ароматом может быть может быть в этом году я воспользуюсь им потому что для меня это аромат праздник в последние несколько лет я пользовалась им не исключительно только на день рождения сына может быть на новый год на этот новый год я воспользуюсь им он тоже очень красивый он такой яркий вот флакон отражает суть этого аромата мне очень нравится старая реклама этого аромата где там такая девушка на машине лежит пахнет им еще у меня есть зимний аромат иди он тоже он очень прекрасно будет для каких-то домашних вечеринок потому что он не слишком он не подавляющий он очень нежный он очень женственный он такой от него очень тонкий шлейф мне сейчас хочется им напрызгаться это прекрасный аромат вы никому вы будете такой нежный женственный но никого не утомляющий юный новогодний фей а может быть мы воспользуемся с вами фиолетовой молекулой здесь помимо того что в розовые молекулы или там якобы есть какое-то шампанское хотя для меня нет но это аромат явно поднимающий настроение приподнимающий вас над землей для меня он тоже очень связан с летом потому что влюбилась в него я именно летом раскопывала его я не на лето но здесь есть такие нотки ментолово-камфорные которые можно принять за ноты хвой и благодаря этому он будет очень красиво смотреться именно новогодней ночью в новогодние праздники и тоже он диффузный достаточно но он легкий шлейф от него очень тонкий вы никому не будете мешать с этим ароматом но всем будет приятно вдыхать от вас запах вот этой прекрасной фиолетовой молекулы если вы пойдете в гости это мне кажется самое то да и дома в кругу своей семьи он тоже будет прекрасен что еще у нас есть ну как же аромат праздника ля ви бель сейчас я просто тащусь от этого аромата и обожаю я каждый день практически подхожу и нюхаю его хотя бы хотя бы нюхаю если уж не пользуюсь для меня ля ви бель прекрасна во всех ее во всех ее и парфюмерной воде и в туалетной воде и во всех ее реинкарнациях скажем так я только с новыми последними новинками плохо знакома но мне кажется надо познакомиться сделать душик из этого просто на себя вот если вы дома а если вы идете куда-то в ресторан в какое-то большое открытое место в кафе либо где-то в большом загородном доме с друзьями отмечать эту новогоднюю ночь мне кажется можно хорошо таким палиться все будут ходить и спрашивать чем от вас таким волшебным замечательным пахнет вот еще один аромат в котором можно пойти даже на ресторан вот он торжественный он и строгий он и и сладкий и строгий одновременно здесь и ваниль и какие-то свежие одеколонистые нотки и лаванда он поднимает настроение он и согревает и освежает вас и вот для меня вот он пахнет не то чтобы шампанским хотя может ну не то чтобы нет не шампанским а чем-то таким даже не то чтобы алкоголем а нас тро веселым настроением после шампанского или после какой-нибудь рюмочки чего-нибудь вот очень мне нравится несмотря на то что для меня это очень спорный аромат но знаете какой шикарный флакон и сен-лоран конечно это нечто это так стильно это просто невероятно это красиво я хочу этот новый год отмечать вообще вот я бы на самом деле не красилась на самом деле сегодня у меня такой предновогодний прогон то как я буду выглядеть новогоднюю ночь но мне на самом деле хочется выглядеть по-другому мне хочется просто не краситься вот у меня вот есть такой шикардозный лак вы не видите но он весь переливается он в блесках вот вот если нанести на ногти такой красный лак то можно просто в принципе быть эти такие серьги этот лак и быть голый и вы будете торжественной новогодний и прекрасный и невозможно красивый мне на самом деле последнее время очень лень краситься в 9 часов вечера чтобы потом в час ночи это все смыть наверное это возраст еще у меня есть очень-очень вкусная вкусняшка вот остатки вот ливантики я думала купить нет флакон не купить нет флакон это бутиковая линейка ланку а гран крю тубероза каштан он такой вкусный здесь яркая хищная тубероза такая сладкая в сливках и ореховые какие-то ноты жареного каштана вот если бы я отмечала в этом году новый год в таиланде я бы обязательно напрызгал с этим ароматом он в жарком ночном влажном воздухе он просто потрясающий мне так жаль что этот аромат сняли с производства и я больше не смогу купить себе этот ливан потому что целый флакон 100 миллилитров он мне конечно же не нужен потому что аромат такой знаете ли ну такой вот да специфический не знаю может быть я куплю себе когда-нибудь остаток оля успокойся успокой я с собой договорилась что я не покупаю флаконов нет нет и нет если вдруг вам захочется быть строгой снежной королевой то тогда конечно же одесуар дело в том что это якобы шипр но в нем нет ничего такого сумасшедшего убойного ой я даже сейчас набрызгаюсь прям вот он освежит меня сейчас потому что он дает ощущение воздуха он дает ощущение леса он дает здесь розы и на мне он даже пахнет чем-то сладким какой же он красивый он совершенно многим я я знаете я перестаю разговаривать я начинаю дышать дышать им потому что он очень мне нравится и он мне нравится тоже в жарких странах во влажном жарком климате вечером позже вы будете чувствовать себя просто какой-то французской аристократкой в этом аромате его можно одеть и дома потому что он не слишком у него шлейф очень тонкий он не душащий его можно одеть и дома его можно одеть в ресторан вы будете такая благородная торжественная ну вот многие мои ароматы меня просто завораживают а флакон посмотрите посмотрите какой флакон какая крышка очень многие боятся этого аромата и считают его строгим считают его колким считают его резким я не знаю я не знаю почему почему я чувствую его совершенно другим вот его собрат который сварделю вот он для меня более сложный аромат он не всегда мне подходит и за счет нот меда он иногда бывает выдает всякие разные шалит на мне шалит я с ним попрощалась его нет в моей коллекции что еще что еще если у вас есть бакара на новый год надо обязательно надеть бакару потому что там и карамельки и хвойные нотки если у вас нет бакары но есть какая-нибудь Сюзанна или что-нибудь какая-нибудь сестра бакары бакароподобная вот сейчас мне хочется и им набрызгаться и всем ну но вообще вот эти вот новогодние зимние праздники это праздники когда нужно позволить себе все на свете когда можно кушать когда можно выпить а когда можно и нужно радоваться нужно радоваться в эти дни обязательно нужно радоваться потому что это такая брешь между прошлым и будущим и вы будете притягивать для себя вот то что вы чувствуете те эмоции которые вы испытываете вы будете притягивать в свою жизнь начиная с 19 декабря до первых вторых чисел января вы пожалуйста притягивайте притягивайте себе радость счастье какие-то новые приключения какие-то события приятные какие-то неожиданности приятные сюрпризы приятные боже какой он мне нравится несмотря на то что я именно всю занят а зачастую чувствую нотку пенициллина немножечко такую голубую плесень которую которую дают скорее всего находящиеся здесь пачули меня это совершенно не смущает но но он такой веселый он такой радостный он такой радужный и вот у меня его совсем чуть-чуть я обязательно куплю себе какую-то какую-то сестру богары сестру или брата а как только у меня он закончится еще один прекрасный яркий торжественный и радостный аромат это это wild cherry от монсерра это аромат очень сильно похож на ля петитроп нуар от герлен можно использовать и его это вишня это вишня законсервированная вишня помните как раньше наша мама может быть даже и вы сами делали такой компот вишневый но там где очень-очень много вишни и вот этот аромат пахнет именно вот этой вот вишней из компота он тоже поднимает настроение он тоже шлейфовый он диффузный если вас интересует есть ли шлейф вернее как какова стойкость и каков шлейф у всех ароматов которые я показываю то я могу вам сказать что я люблю яркие стойкие шлейфовые ароматы и как в том самом анекдоте у меня все булочки свежие у меня все ароматы стойкие шлейфовые и очень яркие что еще я могла бы вам предложить на новогоднюю ночь что я могла бы предложить себе у меня же есть новинка про которую я недавно снимала видео это мой подарок на мой день рождения покрутила вам коробку покрутила я вам коробку обратной стороной кто знает тот догадался это амуаш имитейшн мой первый мой первый прекрасный амуаш это ладанная посмотрите как красиво елочка сквозь него горит я вам в конце видео выключу лампу которая на меня светит и покажу вам свою прекрасную елку у меня в этом году извините елка она на ней гирлянда вот которые вы видите ярко горящие фонарики это такие оранжевые и желтые цветы привезенные из Таиланда и тем самым я притягиваю я притягиваю в следующем году свободу передвижения и возможность посетить какие-то теплые страны где мы сможем с вами покупаться в морях или возможно кто хочет в Европу ну вот я изо всех сил притягиваю возможность путешествий в следующем году потому что очень очень я это люблю как и все собственно говоря флакон для меня это это ладанные ягоды черные смородины вместе с листьями вместе с почками даже вместе со стеблями и здесь очень много чего есть ну альдегиды он такой яркий и он такой звонкий и он такой летящий и в морозном Всдухи он парикарасен и если вы сделаете на себя всего лишь один пшик и вы не задушите никого даже совсем в маленькой в маленьком помещении в маленькой квартире и здесь есть альдегиды они придают такой аромату аромату ощущение чистоты а сейчас я вам еще под закат покажу несколько пробничков которые есть у меня не хранятся пробнички не хранится всех таких коробочках от шоколада это очень здорово вот вы открываете коробочку от шоколада и тут конфетки 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 у меня несколько таких коробочек я очень сильно люблю аромат когда аромат смешивается со всем я обязательно хочу вам показать то что я еще считаю торжественным ароматом это аммаш blossom love для меня это ароматный парфюмерный кошмар как вы знаете но это аромат торжественный если он нравится вам и нравится вашему окружению то почему бы и нет он очень яркий и очень торжественный мне кажется что я частенько последнее время принюхиваясь к нему и возможно даже он из разряда моих парфюмерных кошмаров перейдет в парфюме в котором я хорошо достаточно таки отношусь потому что мне сейчас нравится достаточно аммаш фигмен тоже торжественные ароматы тоже достоин быть ароматом новогодней либо рождественской ночи это аромат белых цветов я конечно от него ожидала намного большего ну потому что я вот вот слушаешь там рассказа да боже мой боже мой это прекрасный добротный аромат белых цветов очень яркий очень красивый и очень нежный еще у меня есть аромат белых цветов аромат туберозы которую я обожаю это капельки остатки просто капельки капелюшечки а петит фрака и вполне возможно что эту новогоднюю ночь я использую его этот аромат сладкой земляники жвачек туберозы и он будет ассоциироваться у меня именно с петит фрака а еще в этом году аромат космоса как я прочитала о нем где-то на фрагранте кто-то писал что это аромат космоса я очень согласна это аммаш интерлит вы посмотрите вы посмотрите сколько его осталось он мне нравится очень мне нравится его описать невозможно взять на нем будет отдельное какое-то видео и вот он тоже торжественный прекрасный аромат у него к сожалению мне кажется нет шлейфа совершенно практически но лично вас и тех кто будет находиться рядом с вами он будет радовать красивый аромат я пожалуй буду закругляться еще раз вас всех нас всех поздравляю с наступающими праздниками пишите пишите пожалуйста там внизу ароматы в которых вы планируете праздновать новый год рождество и в которых вы вообще в принципе проводите сейчас конец декабря про будете проводить вот эти вот прекрасные праздники я всех вас целую всех вас обнимаю и постараюсь вам снять еще много много разных видео чтобы поднять вам настроение и себе настроение пока